Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинцы отпраздновали первый день Курбанайта. Ранним утром в центральной областной мечети не протолкнуться. Новая мечеть на 100 человек открылась в поселке Корнеевка. Сдача домов в поселке имени Габидена Мустафина завершилась. Строительство закончилось и желанные квадратные метры сегодня получили 65 семей. Карагандинцы отпраздновали первый день Курбанайта. Ранним утром в центральной областной мечети не протолкнуться. Прихожане забрались на айт-намаз. Собравшихся в мечети мусульман поздравил и Аким области Нурмухамбет Абдебеков. В 7 часов утра в центральной областной мечети уже нет мест. Горожане собрались на айт-намаз. Карагандинка Гульсум Маньярова пришла в мечеть со своими подругами. Участие в утреннем намазе первого дня Курбанайта дарит верующим легкость, признается женщина. Священный праздник айт Гульсум встретит с семьей. Обязательно пройду семь домов и поздравлю всех. Поделилась она. Поздравляю всех с праздником Курбанайта. Желаю мира, процветания стране. Всем семьям желаю достатка и счастья. Пусть Аллах даст нам всем крепкую веру. Хусейн Касенов любит встречать праздник айт в мечети. По его словам, в этих стенах он получает особую энергию. Мужчина работает на себя. Специально по случаю айта сделал для себя выходной. Сегодня вместе с семьей планирует посетить родственников и поздравить их. Поздравляю всех с Курбанайта. Три дня айта мы с семьей празднуем активно. Накрываем дастархан. Ходим в гости к родственникам. Наши двери также открыты для гостей. Выразить свое почтение священному айту и прочитать намаз приехал в мечеть Яким области Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона поздравил присутствующих с праздником. Хочу поздравить всех вас с праздником Курбанайт. Желаю всем счастья, мира, спокойствия. Ислам – религия добра. Об этом неоднократно говорит и наш глава государства. Происхождение Курбанайта связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима. Господь, испытывая своего пророка, повелел ему принести в жертву сына, после чего, видя его твердость в вере, приказал принести в жертву барашка и отпустить сына. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбанайт также знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку. А имам Ленаулжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Новая мечеть на 100 человек открылась в поселке Корнеевка. Сельчане были безгранично рады, ведь старая мечеть находилась в аварийном состоянии. Открытие прошло в преддверии праздника Курбанайт. Подробности у Ларисы Хусайновой. За день до празднования великого мусульманского праздника Курбанайт двери для жителей поселка Корнеевка распахнула новая мечеть. На торжественном мероприятии присутствовали жители поселка и главный имам Бухаджрауского района. Поздравляю всех жителей села Корнеевка с открытием мечети в этот священный праздник. Пусть Всевышний услышит все наши молитвы и пожелания. Сам глава государства сказал, что мечеть – это не только дом молитвы, а место духовного обогащения. В Бухаджрауском районе всего 24 мечети. В этот значимый для мусульман праздник в Дом Всевышнего пришло много народу. Вместимость зала для молитв составляет около 100 человек. Там есть библиотека, комната имама и, возможно, скоро будут достраивать столовую. Также планируется построить новые мечети в селе Ростовка и поселки имени Габедена Мустафина. Сдача домов в поселке имени Габедена Мустафина завершилась. Строительство закончилось и желанные квадратные метры сегодня получили 65 семей. Глава региона посетил счастливых новоселов. К слову, 100 домов уже были сданы 28 августа. Наш корреспондент более подробно. В Шахтерской области от весеннего наводнения пострадало 2107 семей. На возмещение ущерба пострадавшим были выделены бюджетные средства в сумме 719 миллионов тенге на выплату ущерба. По итогам проведенной экспертизы были признаны непригодными для проживания 449 домов. Район имени Бухаджирау был одним из тех, где паводки нанесли большой урон. На сегодняшний день все дома сданы. В поселке Габедена Мустафина жители не скрывают своей радости. Наконец-то вожделенные квадратные метры отстроены. Спасибо за воду. В старом доме у нас не было воды. Здесь вода. Очень замечательно. Большое спасибо. Очень благодарны. Конечно. Конечно, если так посмотреть, то по старым стандартам построить, может, еще быстрее и проще было бы. Но сейчас требования такое. Нет, мы очень довольны, очень благодарны. Большое спасибо. Пойдите, посмотрите. Ну, давайте, приглашайте в дом. Походите, проходите. Также решены проблемы тех, у кого не было правоустанавливающих документов на жилплощадь. Общественным советом было принято решение и определены дальнейшие действия по каждому случаю в отдельности. По области из небюджетных источников решены жилищные вопросы 45 семей. По оставшимся 56 семьям было принято решение построить 14 домов, 32 жителям приобрести жилье и 10 жителям выплатить компенсацию. Эту работу планируется завершить в течение месяца. Я хочу сказать, что с удовлетворением отметить, что нам удалось до 1 октября реализовать эту очень большую, сложную социальную задачу, которая нам по последствиям паводка в этом году выпала решать. Сложность еще заключалась в том, что и разбросанность этих объектов. Я хотел бы напомнить, что в Ахтугайском районе нам приходилось и ряд даже жилье, которое расположено на отдаленных зимовках, восстанавливать. Это индивидуально, отдельно стоящие дома, но там животноводством люди занимаются, и они уже там очень большое количество скота не могли оттуда трогаться. Нам пришлось восстанавливать и это жилище. И хочу поздравить всех жителей нашей области с тем, что эту задачу нам все вместе удалось решить. Кроме жителей района имени Бухажирау, новые дома получили и в Абайском, Актагайском, Шетском, Нуринском районах и городе Шахтинске. Осталось завершить строительство восьми домов в Каркаролинском районе. Власти обещают отстроить их до первого октября. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Недавно состоялась рабочая встреча Акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдебекова с губернатором Южноморовского края Чехии Михалом Гашиком и чрезвычайным полномочным послом Чехской республики в Казахстане Элишкой Жиговой. Глава региона рассказал гостям Карагандинской области о ее социально-экономическом развитии. На встрече Нурмухамбет Абдебеков отметил, что этот год является значимым в жизни Казахстана и ознаменован такими масштабными юбилейными датами, как 550-летие Казахского ханства, 70-летие со дня победы в Великой Отечественной войне и 20-летие Конституции страны. На встрече обсуждалось сотрудничество Карагандинского региона и Южноморавского края Чешской республики. Губернатор Михаил Гашик сразу вынес свои предложения в сфере образования. В области высших учебных заведений у меня есть первое конкретное. Мы бы хотели в одном из ваших вузов, университетов открыть так называемый лекторат чешского языка, курсы чешского языка, где ваши студенты, ваши преподаватели могли бы изучать чешский язык, для того, чтобы потом могли бы более тесно сотрудничать с нашими высшими учебными заведениями. Встреча прошла в благоприятной обстановке. Акимобласти отметил, что совместное сотрудничество хорошо повлияет на дружбу народов и будет иметь большой успех не только в сфере образования, но и в других областях социально-экономического сотрудничества между двумя странами. Много можно рассказывать о различных направлениях сотрудничества. Это займет много времени. Учитывая, что это наша первая встреча, мы налаживаем контакты. Я хотел бы, завершая свое такое вступление, обозначить следующий момент. Мы заинтересованы в выстраивании деловых взаимоотношений. Более детально все вопросы, связанные с нашими предложениями, я своему заместителю, господин Афгаджану, получил бы для того, чтобы уже в прямом общении обсудить. По окончанию встречи был торжественный обмен подарков. Караганду посетила республиканская экспедиция исследователей, посвященная 550-летию Казахского ханства. Члены рабочей группы пробудут в шахтерской столице неделю, обследуют археологические памятники и познакомятся с историческими достопримечательностями. Нюансы дальнейшего похода сегодня обсудили в областном Акимате. Члены экспедиции, представители Ассамблеи народов Казахстана планируют посетить все регионы страны. Поход состоится в рамках выполнения программы «100 шагов плана нации». В результате поездки планируется написать книгу, в которой будут описаны исторические места и памятники. Записи будут передаваться из области в область. Уважаемые коллеги, хотелось бы отметить, что цель экспедиции – это не только посещение исторических мест, но и разъяснение плана нации «100 конкретных шагов». Поэтому в населенных пунктах регионов нами запланированы следующие мероприятия. Это встречи с населением на тему «Менгелькельмраты Ельберлига», посвященные реализации плана нации, беседы на тему «Жельтариха Ельтариха», посвященные истокам государственности Казахстана и истории казахского ханства. Члены экспедиции посетят Каркарлинский район, мечеть имени Кунамбая Кажи. Объектами исследования станут памятники архитектуры и другие исторические места нашего региона. 6 октября после окончания экспедиции представители всех областей соберутся в городе Мерке. По итогам похода будет издана книга. Аймамрина Олжас-Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Медики Казахстана и СНГ отпраздновали столетие профессора-травматолога Хафиза Макожанова. В шахтерскую столицу съехались известные врачи со всех стран и уголков республики. Ортопеды, травматологи и руководители больниц получили возможность узнать о новых технологиях и препаратах, а также обменяться опытом друг с другом. Анарбек Монгол – врач-ортопед-травматолог, заведующий отделением Талдыгорканской областной больницы. В свой приезд в Караганду доктор объясняет желанием узнать больше о инновациях в этой сфере. Ведь врачи должны постоянно саморазвиваться. Участие в такого рода конференции очень полезно для нас. Это в первую очередь обмен опытом и новые знания. Приехав к себе в город, я планирую провести мини-семинар для своих докторов. Расскажу им обо всем, что услышу и увижу. Думан Мутинов приехал на конференцию из Кокшитау. Он заведует хирургическим отделением поликлиники. По словам хирурга, в его городе увеличилось количество детского травматизма. Если сравнивать с прошлым годом, показатели выросли в два раза. К тому же в регионе наблюдаются нехватка квалифицированных докторов и медперсонала. Поэтому знания, полученные на этом семинаре, помогут ему провести обучающий мастер-класс в своем городе. Очень много, во-первых, наглядной информации. Очень много. Конечно, мы это все возьмем. И, конечно, приехав в город, мы ознакомим своих докторов. Для того, чтобы они применили это все в своей практике. Может быть, даже будем разговаривать на уровне главных врачей, для того, чтобы, скажем, закупить ту же новую аппаратуру, какие-то новые инструменты и так далее. Уникальную возможность узнать новое получили не только медики. Шанс рассказать о своих препаратах и оборудовании использовали представители медицинских фирм. В холле театра имени Сакина Сейфулина для участников конференции организовали ярмарку. Здесь доктора смогли познакомиться с новыми лекарствами и технологиями. Жаль только, препараты и оборудование, представленные на ярмарке, все импортные. Не удалось увидеть казахстанского содержания, жалуются врачи, да и цены высокие. Не каждый врач имеет возможность у себя в поликлинике получать какое-то образование, дополнительную информацию. А здесь все доступно. Единственная возможность воочию увидеть, пощупать. Не каждый представитель имеет возможность куда-то далеко в районную больницу доехать. А доктор, даже если он этого и не делает, или будет делать позже, он должен это знать, должен быть в курсе тенденции в медицине. Собравшихся светил медицины поздравил руководитель управления здравоохранения Иржан Нурлыбаев. Ветеранам труда подарили медали за развитие службы травматологии и ортопедии. Мы ожидаем от этой конференции предложений, которые возможно реализовать на практике уже в ближайшее время. Уверены, что данное мероприятие будет способствовать достижению поставленных целей, увеличению вклада практикующих специалистов в области медицины, перспективе развития здравоохранения нашей области. Со слов организаторов конференции, обобщение опыта поможет докторам пополнить свою копилку знаний. По результатам обсуждений будет определен перспективный план развития здравоохранения на ближайшее время. Аймамрина, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. В областном Аслихате состоялось заседание постоянной комиссии о состоянии работы в сфере здравоохранения по Карагандинской области. Депутаты же, в свою очередь, особо отметили, что проблему по улучшению медицинских кадров надо рассматривать в целом. Подробности далее. В ходе рассмотрения были отмечены качество медицинской помощи и ее доступность всему населению. Кроме того, депутаты обсудили наличие квалифицированных специалистов. Проводимую работу хотел бы акцентировать ваше внимание на регионах, где особо актуально дефицит врачей остается. Это город Сатпаев, 12 сотрудников специалистов, город Жисказган, 12 специалистов, Балхаш, 11 специалистов, Темиртау, 8 специалистов, Каркаролинский район, 5 специалистов, Шетский, Жанаркинский район, по 4 специалиста, Актагайский район, 3 специалиста. На сегодняшний день Сатпаев и Джисказган, коллеги совместно с акиматами городов Исатпаев и Джисказган провели активную работу. И в текущем периоде уже было привлечено, и в регион пришло 17 врачей. В период с 2012 по 2015 года в области было выделено 87 миллионов тенге подъемных и выдано 54 квартиры молодым специалистам в сфере здравоохранения. На сегодняшний день важнейшим вопросом является подготовка устойчивого кадра. В системе здравоохранения по Карагандинской области сейчас работают 14 267 медицинских работников, в том числе из них 4 448 врачи. И средний возраст врачи составляет от 41 до 50 лет. Принимаются определенные мероприятия по привлечению и закреплению кадров. Проводится совместная работа с Карагандинским государственным медицинским университетом. Ежегодно организуются ярмарки вакансий с персональным распределением выпускников с выездом в медицинские университеты республики. Организовываются встречи заместителей акимов городов и районов по социальным вопросам, руководителей медицинских организаций в области со студентами по вопросам привлечения и закрепления медицинских кадров в регионы. Проводится опрос студентов, в результате формируются предложения, пожелания будущих выпускников. Это прежде всего жилье, подъемные, предоставление работы для супругов. В результате проведенной работы в медицинской организации области на сегодняшний день, с 1 января текущего года, приступило к работе уже 132 молодых специалистов из распределенных в область. 12 поступили в резидентуру по государственному образовательному заказу. Еще 17 обучаются в резидентуре за счет средств наших предприятий. Кроме того, в общей медицинской сети работают более 4 тысяч немедицинского хозяйственно-технического персонала. За последние три года с приходом в отрасль молодых специалистов снизился дефицит врачебных специальностей, что и отразилось на кризис качества медицинских работников. Гульза Ацахова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. К другим новостям. За время акции «Семь дней навстречу семье» более 15 семейных браков сохранили карагандинские юристы и психологи-консультанты. В Караганде такая акция проводилась впервые, где горожане могли получить консультации работников ЗАГСа Казбекбийского района по интересующим их вопросам. За консультацией профессионалов уже успели обратиться 37 человек. Семейные пары, пожилые люди и женщины получили положительный результат. Все консультации проводились только по желанию консультируемых и строго анонимно, согласно этическому кодексу психологов Казахстана. Закон пониманий своих, он не терпит, поэтому как он написан, так его и нужно понимать. И иногда просто необходимо нашим гражданам разъяснить ту или иную статью закона, и тогда становится все понятным, и тогда не совершается больших ошибок. Мероприятия проводятся по заказу Управления образования Карагандинской области. Целью проведения данных консультаций является создание максимально доступных условий по распространению и ознакомлению знаний, опыта и законов о семье Республики Казахстан, регулирующих данные проблемы, вступающим в брак, подающим на развод и встречающим трудности в воспитании детей. К проведению данной акции были привлечены профессиональные психологи и юристы, имеющие дополнительно педагогическое образование и опыт работы в ювенальной юстиции. Прежде чем изменять свой жизненный статус, а жизненный статус, я сегодня свободная женщина, завтра я уже замужняя женщина, вы поговорите со своим партнером, что вы ждете и что вы можете дать самое главное, потому что вступив в брак, вы не приобретаете себе вещь, не кладете в сумку, и это не становится вашей принадлежностью. Это человек, который должен разделить с вами ваши тяготы, радости, счастья, а если относиться к нему как к вещи, которые будут вам служить чем-то, это не есть правильно. Вот это и есть главное заблуждение тех, кто вступает в брак. Для эффективного проведения данных встреч были разработаны и растиражированы различные материалы, для распространения не только в кругах консультируемых. Организаторы уверены, что такие мероприятия помогут всем жить в понятии счастья. Осель Сазанбаева, Жаслан Макулбеков, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. Заслуженный генерал-майор Ерсейн Рустимбеков отметил свой 60-й юбилей, где состоялось чествование поистине достойного человека, который внес немалый вклад, прослужив в рядах внутренних войск Казахстана всю свою жизнь. Свою карьеру Ерсейн Рустимханов во внутренних войсках начал с 1974 года. Когда призвался в Алтайский край на срочную службу, после чего был зачислен в сержантскую школу Омска. Возможно, это и послужило принять решение посвятить свою жизнь внутренним войскам. Далее Ерсейн поступил в Новосибирское высшее военное командное училище внутренних войск МВД СССР, после чего получил направление в город Атерау. Там прослужил офицером и командовал ротами, взводами, батальонами, был начальником штаба и командиром полка. Уже с 1992 по 2002 годы был в должности начальника штаба Карагандинской области. По карьерной лестнице дошел до командира соединений. Получил звание генерал-майора в честь празднования десятилетия суверенного Казахстана, после чего служил на востоке Казахстана. Службу свою закончил в 2006 году в должности первого заместителя начальника главного штаба войск. Сейчас же является ветераном Национальной гвардии Республики Казахстан. Есть такая профессия, как говорят, защищать родину. Офицер – это профессия, говорится, героическая. Но это офицерский труд. Я сам всю жизнь прошел по командной линии. Это очень такой нужный для страны, для государства. Но труд офицера – это очень кропотливый труд. Во-первых, это живые люди у тебя в подчинении. Было у меня в подчинении 10 солдат, потом стало 20, 30, потом стало 100, потом стало 500, потом тысячи и несколько тысяч. Вся чета Ерсеина Рустимхановна были военными и достигли немалых успехов в службе. Дети Ерсеина также идут по стопам предков. У коллег по службе генерал находится на должном уровне. Для своих сослуживцев он всегда останется хорошим наставником и достойным человеком. И вместе с Ерсеином Шамгоновичем, который сегодня отмечает такое большое событие, юбилей, вот здесь в региональном командовании Ортовык нас связала настоящая мужская дружба. Сегодня командованием проводится очень большое, значимое мероприятие для человека, который прослужил свыше 30 лет, который своим личным вкладом в укрепление воинской дисциплины, в обеспечении боевой службы, боевой готовности частей соединения, внес очень большой вклад. Армия – это школа для молодежи, школа мужества и патриотизма. Армия воспитывает нравственность, порядочность, трудолюбие, уважение и любовь к родине и народу. У генерала должен быть генеральский шапан. Поэтому, я думаю, этот шапан вас приукратит к вашим юбилеям. Асель Сознобаева, Жаслан Макулбеков, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Завершение выпуска еще об одном. Круг любителей экстремальных путешествий пополнился нашим соотечественникам. Поставив финишную точку на карте, а ей оказалась Москва, Андрей Кузьмин решил достичь цель на велосипеде и доехал до Москвы без происшествий. Сегодня он вернулся в Караганду. Подробности путешествий выясняла Диана Рамазанова. Андрей Кузьмин – простой любитель велоспорта. Мысль о необычном виде странствования перешла к воплощению в жизнь, перетерпев решение множества конкретных проблем с преодолением трудностей маршрута. Андрей разработал ежедневный план передвижения. Первую поездку Караганды-Алматы велосипедист совершил в прошлом году. Это и стало стимулом двигаться дальше. Неподельное любопытство, амбиции и сила воли были попутчиками велосипедиста, а группой поддержки стали жена и дочь. На пути любителю пришлось столкнуться с трудностями, но это не стало преградой двигаться дальше. Маршрут путешественника составил более 3000 километров. Это около 17 дней. Это даже путешествие на такое расстояние, на которое я даже на автомобиле не ездил. По длительности, ну это второй маршрут, первый маршрут. В прошлом году я ездил из Караганды в Алмату, тысяча километров была. То есть на настоящий момент это самое большое расстояние, которое в принципе преодолевал таким самостоятельным способом передвижения. На заметку. В 1913 году в китайском Харбине завершил свое кругосветное путешествие 25-летний русский велосипедист Анисим Панкратов. Это было первое путешествие на велосипеде через всю планету. На финише героя наградили лавровым венком победителя и выразили уверенность в том, что его рекорд, пусть и первый, но далеко не последний. Так и Андрея Кузьмина не покидает мысль пуститься в кругосветное путешествие. Диана Рамазанова, Охжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных. Сау-болмстар. Редактор субтитров А.Семкин